Беспредела больше, чем в сегодняшней Кадыровской Чечне, на территории нашей земли не было никогда, вообще никогда, ошибаетесь. Если вы думаете, что у нас всегда будут такие хорошие, правильные люди в правительстве, в парламенте, президент у нас будет всегда такой правильный парень, друзья, нет, там тоже у нас будут проблемы, возможно, будут приходить нехорошие люди, продажные люди, возможно, тоже будут приходить. И нам с вами нужно будет этих людей легитимным способом, цивилизованным, их нужно будет убирать, заставлять их уходить в отставку, вместо них нужно будет приводить других, избирать. И вот так должна работать любая нормальная государственная система. Не в оправдании нынешней власти, но при Ичкерии было очень много беспредела, лживые шариатские суды, соперничество между структурами, вплоть до убийств, поэтому не хочется обратно под такую власть. Во времена нашей независимости, между двух войн и также до Первой войны, у нас, как и в любом молодом государстве, а тем более в государстве, которое пережило войну, у нас было очень много проблем. Отрицать это было бы глупо. Но беспредела больше, чем в сегодняшней Кадыровской Чечне, на территории вообще нашей земли, не было никогда. Вообще никогда. Вот со времен существования нашей, не то что государственности, а вообще нашего народа, как Нохча, вот как история нас знает, со времен борьбы шейха Мансура. Вот со всех этих времен у нас еще никогда в истории не было периода, даже какого-то краткосрочного периода, в который было бы больше беспредела, было бы больше какого-то негатива, именно порицаемых каких-то вещей, чем сегодня. Мы никогда еще не переживали подобный период. И я надеюсь, что вот этот период, когда он пройдет, а он в любом случае пройдет, иншаллах, я надеюсь, что это будет для нас величайшим уроком для нашего народа, это такая вакцина, из-за которой, из-за вот этой вакцины, мы никогда больше к подобному не вернемся. Я надеюсь, что мы сможем извлечь из этого урок, потому что то унижение, тот беспредел, хаос и просто анархия, которую мы переживаем сейчас, то, что с нами творят сейчас, это вообще беспрецедентно. У нас никогда подобного не было, и если бы нашим отцам буквально 20-30 лет назад сказали бы, что у нас будут кого-то сажать на бутылку, снимать это на камеру и показывать на весь мир, что у нас будут снимать штаны, ставить на беговую дорожку и заставлять петь песню Путину, и все это будут делать просто из-за комментария, написанного в адрес. Российского наместника. Если бы нашим отцам сказали, что у нас будут просто до какой-то непостигаемой глубины вылизывать российского наместника, его власть, его отца, его самого, их предательства будут пытаться оправдать геройством, сделать из предательства геройство. Когда публично будут хвастаться позором, понимаете, о чем я? Хвастаться. То есть, вот этот вот акт предательства, который совершил его отец и он сам, когда этим актом предательства будут публично хвастаться, если бы нашим отцам это сказали, они бы никогда не поверили. Никогда бы они в это не поверили. Я просто знаю, насколько я помню своего отца, я помню его высокое мнение, очень высокое мнение о нашем народе. Он бы никогда бы не принял, что подобное у нас возможно. Поэтому то, что сейчас мы переживаем, я надеюсь, что это для нас будет именно вакциной. И мы сейчас это переживем, мы это преодолеем, мы это все победим. И после этого мы сделаем все возможное, законодательно это все как-то закрепим. Все пути вот к этой мерзости, которая сегодня происходит, к культивированию каких-то людей, и вот к этому всему, я надеюсь, что мы это законодательно все отрежем. Невозможность возврата, создадим условия невозможности возврата к вот этому беспределу. Так что никогда, не то что при Ичкерии, никогда не было у нас на нашей земле, я даже не говорю про государство, потому что даже те времена, когда у нас не было государства, мы просто как-то хаотично там, допустим, проживали, у нас был еще родоплеменной строй, и даже вот в это время у нас не было того, что мы переживаем сегодня. Я повторю, что Ичкерию в это время есть за что критиковать. И это надо делать, надо эти ошибки выявлять. Вот то, что ты назвал там шариатскими судами, что были реально какие-то продажные суды, точнее судьи, были продажные судьи и какие-то, возможно, их помощники. Но это ведь не делает систему плохой или продажной. Это конкретные люди, с которыми нужно было работать, их нужно было наказывать, снимать с работы, сажать там и так далее. Были какие-то чиновники, были отдельные лица, которые творили откровенно какой-то беспредел. С этими людьми тоже нужно было бороться, их нужно было наказывать. Но от этого сама система не становится плохой. Я приведу аналогию, допустим, с Австрией. Сейчас был очень серьезный скандал в Австрии, там победили вот эти правые силы. Канцлер был, самый молодой канцлер из их числа. Потом очень такой громкий скандал произошел. Его ближайших людей всех сняли, потому что они там спалились. После этого он и сам вынужден был уйти в отставку. Но от этого ведь сама Австрия, ее система политическая, это все ведь никто не сказал, что у вас там полный беспредел, что это все плохо. Нет, эта система просто взяла этих людей, как-то переживала и отторгла. Та же самая система существует и дальше. Вот эти вот продажные чуваки, которые там были, их больше нет у власти. Но система та же самая. Эта же система, та же система, которая привела этих продажных людей к власти, эта же система сегодня этих людей убрала и вместо них привела других. Те, которые сейчас оказались у власти, нет гарантии, что они не будут продажными, что они будут хорошими. Никаких гарантий нет. Но если они таковыми окажутся, опять-таки уберут этих людей. Но не систему будут менять. И австрийцы не говорят сегодня о том, что у них продажные какие-то товарищи там наверху оказались. Они не говорят, ну все, конец стране, мы теперь должны срочно стать частью Германии, Великобритании или России. Нам нужно теперь, чтобы они нам сюда, Кремль нам, чтобы нам назначил сюда наместника. И теперь мы будем жить по законам России. Они так не говорят. Поэтому глупость, когда мы пытаемся из-за каких-то проблем, которые были в нашем государстве, говорить, что единственным и правильным выходом было разрушение государственности, оккупация и продажность России. Это полный бред. Проблемы, которые у нас были, их нужно было решать. И если вы думаете, что у нас в следующий раз, когда у нас будет возможность, и мы обязательно ничего оставим снова независимыми, суверенными, если вы думаете, что у нас тогда не будет проблем, которые нужно будет решать, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что у нас всегда будут такие хорошие, правильные люди в правительстве, в парламенте, президент у нас будет всегда такой правильный парень, друзья, нет, там тоже у нас будут проблемы. Возможно, будут приходить нехорошие люди, продажные люди, возможно, тоже будут приходить. И нам с вами нужно будет этих людей легитимным способом, цивилизованным, их нужно будет убирать, заставлять их уходить в отставку, вместо них нужно будет приводить других, избирать. И вот так должна работать любая нормальная государственная система. Субтитры создавал DimaTorzok